ладно попытка номер два на сегодня два часа мучился пытаясь выяснить в чем проблема сворачивания игры так и не понял под конец отключил на власти функцию не беспокоить чтоб как я понял она блокирует уведомления в игре скорее всего в ней проблем не надо туда они грабят лабораторию тот маг недооценила его быстрее детация как мне войти не станцию вот хоть убей не помню как медитацию заходить а и 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 Нашел. Теперь у нас есть все. Это все возмущалось, что он милый. Ведьмак милый. Зато у меня он слишком страшный. Молвит, ведьмак забьет стрелу на лету. Вот сейчас его походу убьют. Так я и думал. Байка, как и думал. Что случилось? Что с ним? Пробито легкое, он умирает. Где экстракт Рефорда Белого? Держись, Лео. Он был здесь. Не найти. Весемир, Лео умер. Как это случилось? Он напал на профессора. Я не успел. Это не только твоя вина, Геральт. Мы все виноваты. Трис сражалась за нас и чуть не погибла. Плохие времена для ведьмаков. И что-то мне подсказывает, что будет только хуже. Наверху безопасно? Относительно. Там есть пара заплутавших бандитов. Но с ними можно разобраться позже. Ты устал. Я хочу, чтобы ты отдохнул. Я присмотрю за тобой. Вот она. Щелкать с левой кнопкой. Мышь и переконка медитации в диалоге. Чтобы войти в режим медитации. Вы заработали пункты таланта. Их можно использовать для улучшения свойств персонажа. Будет из знаки стильного. Из списка слева свойства, которые вы хотите улучшить. Ладно. И че я хочу улучшить? Блин, ты че? Прицепился. Ага. А у меня и выбора-то нету. Сидим, ждем. Я никуда еще с вами не… Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, пару часов у всех хватит DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 камыши. Быстро стиль боя. Вид от третьего лица. Попробуй стиль боя. Действие эликсиров. Со свитком. Здоровье и знаки. Так, колоссарий. Медитация, волшебники, обрезиенты. Гидроген, обозначенный серебряным цветом. Является не из-за технических фигня. Все это, как он. Рецепт. Рецепт грома. А что химеры здесь нет? Места монитория. Кайморхен. Лиморхен. Как он за ним? Всемир. Ренандверт. Лео. Профессор. Таинственный маг. Трис. Экси. Эскиль. Этого голоса еще какой-то. Никакой. Эликсир. Детри. Кайморхен. Указательно, кажется. Я здесь. Рестница наверх. Руку элементов. очень надо выйти ладно когда говорил что сохраняться чаще надо это полезно что там дальше ничего нет интерес на верх потом поднимемся что-то случилось у меня нет времени я пытаюсь сделать эликсир для трис пузырек с белой чайкой можно найти в оружейной на втором этаже в спальне на втором этаже в сундуке возьми кальций экум по виду он похож на белые камушки могут быть еще не до битки найди отставших и убей их нам тут пленные без надобности за этой дверью есть лестница я бы пошел нам меригольд лежит у огня без сознания где мне найти кальций экум в сундуке в спальне где мне найти спирт белая чайка лежит в сундуке в оружейной на втором этаже это помещение в котором полно оружие и манекенов ты его узнаешь мне нужно что произошло лево он не был готов к такому какая под бывай соберем значит чего тут пошарить цыпленок а и и а и и и и и Опа! О! О! Ой! Еще никого нет... Уже никого нет... Денишка! И Васик... Мне бы кусочек. Сейчас ты у меня завездаешь. Так, здесь, ресницы на первый этаж, лестница в комнату Трис, ведроотека, зал приемов, кальций, вот они. Значит, я сначала ставлю плену. Сундук. Немножко по ссылке. Силитр. Книжки почитать нельзя? Вот только с ходу. Ну, может пригодится. Сейчас мне его идут. Ты смеешь бросать вызов Саламандрам? Чё? Не переключился стильбоя. Подключить. А, они были? А я че-то их не замечал. Ограбим Трис. Ограбим Трис. как эти блоки шельф такой развалюсь как эти блоки шельфу прием тут должен быть вроде химера вот теперь мы знаем химеров у в в в Тимирский шелезный кинчао. У меня есть свободное место. Жаль, значит вы никуда положите. Белая чайка, вот он, известный Люксив. Монстру что-то там у меня. Ну да, ведьмаки по-своему тоже монстр. А как вы уезжаете? А как взять кинжал там или? Настройки управления. Да. 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 Тоната. Вот сюда. Тойдук 7. Привет. Сделано. Ингредиент у меня. Бандиты мертвы. Отлично. Я тебя сейчас научу. Но чтобы сделать эликсир этого недостаточно. надо еще две вещи. Тебе понадобится коготь сильного чудовища и ласточкино зелье. Весемир скажет тебе где их найти. А теперь я дам тебе формулу. Ну и запустилики. Белая чайка. А вот карстерист. Только для одной триск. У нас висемир. Нет. Сначала пройдемся по всему зданию. Подписывайтесь на . Продолжение следует... 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 на берин горы найти освежевать это выйти на а точно он же мне как-то оружие или не дал а вот у меня был ржавый меч а сейчас стальной ведьмач и меч а серебряный а где серебряным сетям вот не помню я вообще ничего не помню это вот чё прицепилась как не знаю кто что Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Откройте панель алхимии, чтобы приготовить эликсир. Продолжение следует... 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 Но ведь это не так просто. Знаешь историю про гнома Альфред Гурналита? Чё-то звук меняется в голос. Эскель, я потерял память. Несравненный изобретатель, как и большинство его сородичей. После многих лет исследований он открыл удивительное вещество. Он хотел использовать его в шахтах и каменоломнях. Хоть он был и гений, Альфред так и не смог предвидеть другого применения своего изобретения. Но другие быстро поняли, что вещество, которое может разорвать на куски крепчайший гранит, может разрушать и стены замков. А другие подумывали о том, чтобы использовать его в открытом бою. Понятно. И что же произошло с Альфредом и его открытием? Волшебники не дали этому чуду стать достоянием многих. Альфред покончил с собой, а его лабораторию сожгли. Печенник. Расскажи мне про испытания и их последствия. Этот процесс подразделяется на три этапа. Это он негде наговорит. ...отбор. Лео уже прошел его. Выдержал тяжелое обучение в сочетании с правильной диетой. Я так понимаю, это нечто большее, чем просто салат с морковкой. Да. Особые грибы, мох и травы растут в лаборатории. В сочетании с обучением, они заметно ускоряют рост мышечной массы и обмен веществ, таким образом улучшая тонус организма. Все проходят этот этап? Увы, нет. Печень и сердце часто не выдерживают, а иногда и разум тоже. Появляется излишняя агрессия, неконтролируемые приступы ярости, депрессии. Понятно. Каков второй этап? Испытание травами. Про него навыдумывали больше глупых сказок, чем про Белоснежку. Перед нападением в лаборатории содержались пузырьки, склянки, алхимические горны, формулы растения и травы. Не хватало только мага и его магии. Ты когда-нибудь видел испытание? Только одно. Наше. Когда у тебя побелели волосы, я думал, что схожу с ума. Травы влияют на нервную систему, так что магия должна контролировать процесс. Испытание дает молниеносные рефлексы, реакцию, которой никогда не достичь нормальным людям. Выживают только четверо из десяти. Ничего себе. Расскажи мне про последний этап. Я не знаю подробностей. Последний этап включает мутацию глаз, костного мозга, гормонов. Но она позволяет тебе видеть в темноте и исцеляться в два-три раза быстрее, чем обычные люди. Еще мы получаем повышенную сопротивляемость к ядам. Интересно. И какова цена? Стерилизация. Мы все бесплодны. Вот об этом я говорил. Я еще спорил. Абсолютно. Сотни птиц. Серые сполохи, яростно бьющие крыльями. Совершенно обычное явление. Но обычно их здесь собирается меньше, и их крики редко звучат так отчаянно. Когда пришла буря, я оставил охоту и поспешил в Каэр-Мархен. По дороге встретился с остальными. Блин, он надоел. Так долго говорит вообще. Прощай. Так, ничего, новая актриса. Да. Трис-трис-трис. Ух. ну держи трис где а вот спасибо гераль надеюсь это зелье поможет ужасно мне снилось что ламберт был со мной он сказал ты мне тут не смею умирать мэри гольд и перед заносчивая ведьма которая знает все лучше всех я так рада тебя видеть почему ты смеешься рад что тебе лучше я знаю что нам уже пора отправляться в путь но у меня есть предчувствие что мы никогда больше сюда не вернемся ты не можешь ненадолго задержаться сейчас будет эротика с удовольствием хочу остаться здесь еще немного когда я увидела тебя все чувства которые я пыталась изгнать вернулись и они сильнее чем прежде приз я не могу говорить о прошлом конечно мне не следует на тебя давить мне просто так о боги я веду себя как девчонка вернемся к настоящему весь мир рассказал мне что случилось я подвела вас всех прости вроде сейчас если ты выбрал будет романтика ничего прощать последнее время мне редко доводилось радоваться радость которую я ощутил узнав что ты жива трудно сравнить какой-либо иной разве только стой какой я испытываю сейчас я так по тебе скучала давай посмотрим выдержит ли нас лучшая кровать скайр морхене жаль что здесь без подробностей с подробностями было бы интересней геральт геральт это было великолепно как всегда как всегда ты и правда ничего не помнишь к несчастью чем закончилась битма они ворвались в лабораторию вы убили лео похитили наши мутагены и сбежали он нет бедный висимир еще один его ученик погиб до срока мы отложили похороны ждали пока ты придешь в себя спасибо а ваши легендарные мутагены их потеря может обернуться катастрофой ладно не будем терять время если у тебя больше нет вопросов задать вопрос не задать прям то уже 54 минуты прошло ладно задаем ты можешь мне рассказать о чародеи который ограбил лабораторию прежде всего он очень могущественный в совершенстве владеет силой почерпнутой из круга может быть растет второй велиги форц на нашу голову кто неважно кстати спасибо за поддержку там на дворе я бы хотела тебя научить кое-чему полезному почему кошки и все после ждут и терять геральт геральт мы уже можем идти я еще не всего просто задал ты сможешь вернуть мне память не знаю мне надо тебя обследовать время лучший целитель существует вероятность того что память вернется сама насколько большая вероятность не кажется она не хочет что он вспоминал разум сложная штука может быть если бы я знала что послужило причиной потери памяти на это у нас нет времени геральт мы уже можем идти ты упомянула возможные последствия кражи большинство чародеев и правителей готовы душу продать чтобы заполучить эти мутагены по большей части они жаждут власти богатства или всего сразу но для того чтобы использовать это знание нужен как минимум настоящий мастер магии а их осталось немного а как насчет богатых купцов герцогов королей не знаю все возможно конечно но блуждая в догадках мы только зря теряем время у нас слишком мало информации ты права геральт мы уже можем идти куда ты торопишься мне нужно кое-что сделать до того как мы отправимся в путь я вернусь как только буду готов так как медитация то выйти геральт мы уже можем идти ну ладно да не стоит заставлять весь мир ждать тогда пойдем мы не знаем откуда эти бандиты и кто за ними вместе мы привлечем лишнее внимание разделимся тогда быстрее их найдем и я на запад там у меня знакомые да и климат я тут люблю а я на восток в кайдвен если никто не против ладно а куда мне идти на юг в тимирию король фольтест тебя обязан ты когда-то расколдовал его дочь возможно след бандитов ведет туда а ты трис попробую использовать связи чтобы найти бандитов если что я свяжусь с геральтом я постараюсь я постараюсь быстрее собрать информацию и найду тебя в узиме тыс не надо геральт не люблю прощаний нет зрелище более жалкого чем плачущая чародейка береги себя геральт я не переживу все это второй раз увидимся до встречи трис близки Ну всё, на этом, наверное, хватит, пора заканчивать на багажник. Субтитры сделал DimaTorzok